Всем привет! Подписались, лайкнули. И мы с вами в Петергофе. Немножко покажу вам отрывками, не буду много говорить. Просто буду вставлять вам видео. Но вы смотрите, какой в 2023 году наш красивый Петергоф питерский. Церковь Петра и Павла. Центральный каскад Хонтана. С Самсуном. Весь дворец украшен цветами. Петергофит. Одно из развлечений царской семьи – вот эти луточки, с которыми лежит Забайска. Ну и на протяжении всей нашей прогулки будет много-много праздных фонтанов. Трилляжные десертки. Вот такие красивые, окрашенные. Белинный каскад со стороны Березовой аллеи. Монажерный фонтан. Вот вижу фонтан. Видно, не отреставрирован. Нет, бежит вода, отреставрирован. Много всего. Фонтана, тепло, лето. По золоте такой. Все хотят на фоне золота. Фонтанов бесконечно много, поэтому все любят посещать Петербург. Это мы ходим между живых и изгородив зеленых. Засвечивает солнце, поэтому все равно меня снимать никак. Ну, зато им сейчас покажу, где жил великий царь Петр Первый. Он был скромен. Большой, великий человек. Вот такой перед его домиком пруд. И жил вот в этом маленьком домике со своей супругой. А за домиком большой красивый Розарий. По дороге встречаются вот такие фонтаны забавные. Сзади домика есть несколько входов. Лучеобразные такие входы, тоже пруд. Очень все красиво, просто красиво. Конечно, Петергоф и фонтаны, которые работают не от насосов, а от специальной системы, которая была организована перепадами высот. Из-за этого вот подается вода и Петергоф и фонтаны. Вот экскурсии катают. Вот посмотрела я, что это полторы тысячи стоит. Там, по-моему, 35 минут экскурсия по всему Петергофу. Можно сесть за полчаса в объекте. Все. Ну и за всем домиком вот Розарий очень красивый. Здесь разбили очень большой Розарий. Вот там вот, вы видите, это вот есть Финский залив. И здесь Розарий. А впереди экспозиция посвящена работникам, которые в годы Великой Отечественной войны восстанавливали Петергоф, оберегались эти музейные ценности. И там вот такая небольшая экспозиция. Но, конечно, я двигаюсь к Розарию. Показать, насколько это красиво. Здесь очень много видов цветов роз высажено. Даже ради этого стоит, кто не доходит, обязательно отойдите и посмотрите, какие здесь красивые розы. Ну, а я вот подошла к экспозиции. Окупация Петергоф в войне. Ну и показана вот такая экспозиция, что было, что осталось, как восстанавливали Петергоф, насколько был он разрушен. Ну и дальше цвет Розарий. Очень красивые розы высажены. Большие. Просто шикарные розы. Они к концу лета вырастут. Будут очень большие, высокие. Настолько красивые. И это вот все дорожки, все в розах. Ух. 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 Ух, ух. 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 ваза с крышкой. Это фарфор у Петергоф, ансамбль Петергофского музея. Такая еще в галерее. И вот она вся красота. Субтитры делал DimaTorzok И яблоневый сад возле Петра Домика. Такая красота. Съял у него садок. Ребята, ну вот это наш финский залив. Смотрите, метеоры стоят. Все сидят отдыхают. Ну и малыш даже купается. Вот такая красота. В Петергофе можно прийти, взять с собой что-нибудь, перекусить. И так вот посидеть при полном у вас сорока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну и такая наша красота. Субтитры делал DimaTorzok Вот там впереди Самсунг. Это вот центральная аллея. И вот выходим на финский залив. Субтитры делал DimaTorzok Вот он красавец. Ну людей достаточно много в этом году тоже. Поэтому туристов в Петер приехало много. И всеми любимыми посетили Петерков. Сейчас мы с вами, друзья, выйдем ко всем любимым развлечениям. Это фонтаны, которые когда бегаешь, они включаются. Когда уходишь с них, они уходят. Это такое царское было развлечение, все знают в Петергофе. И вот сейчас мы туда придем. Вот люди собрались. Ну если вот правильно я угадываю, потому что в Петергофе очень давно я тоже не была. Вот та аллея идет от середины Центрального канала. Там где Самсон. И вот эти вот беседки. Сейчас посмотрим. Ну здесь будет где-то быть фонтан. Так, ну здесь просто фонтан. Ну сейчас подвинемся к Екатерининскому дворцу. Здесь есть Екатерининск. И заодно. Здесь вот сладкая вата. 190 рублей. Большая 290. Ну все сфоткаются. Ну вот, друзья. Сейчас мы дойдем до фонтанов, где бегают и развлекаются все. Ну здесь какое-то дерево. Я думала тоже, что это фонтан. Но все, пока двигаюсь. Нет, дети вон бегают. Точно. Это фонтан, на который вот. Бежишь. Вот, смотрите. Он пойдет. Но он не выключается. Но он должен выключаться, включаться. А дети бегают, они уже мокрые. Хочешь все-таки пробежаться? А тут стандартная. И вот так. Весело. Вот мы отошли с вами от фонтанов, которые сам включаются. Игровые. Лабиринт. Парк Александрия. Большой дворец. Я пришла в музей-дворец Монт Плезир. Идей здесь, конечно, на Монт Плезире много. Монт Плезире много. Просто. Видите, какая красота. Садик. Дворец Монт Плезире. Дворец Монт Плезир. Из player Нут Змена. Монт Плезир такое контроление. Увидят манк. Монт Плезир. Плезирка. Пока. Я сам полс прощаемся. Когда дедicia. Вот. На мою день. С geeaker. Я вообще коллег. Еще один красивый фонтанчик, такой интересный, елочкой. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok На этом, друзья, я свой блог заканчиваю. Подписались, лайкнули. Всем хорошего настроения и пока-пока!